Доводы.ру представляет Ассаляму алейкум! И перед началом хорошая новость для всех. Теперь у нас есть отличная возможность получить качественное исламское образование, не выходя из дома. Школа имама Джавада предоставляет нам такую возможность. Ссылка внизу, обязательно посмотрите. Итак, перед вами карта Палестины 1946 года. Зеленым цветом выделена территория, принадлежавшая арабам. Желтым земли, оккупированные сионистами. Теперь 1947 год, 1967. А теперь вы видите карту Палестины 2024 года. Зеленым цветом уже остатки земель, принадлежавшие палестинцам, а вот желтым земли, захваченные сионистскими оккупантами. За 7 с лишним десятилетий убиты десятки тысяч палестинцев. Миллионы бежали из своих домов. Что за события привели к потере палестинцев, своих земель и столь огромным жертвам? В 1896 году Теодор Герцель основывает сионистское движение. Целью сионистского движения является создание независимого еврейского государства. Рассматриваются территории Аргентины, Уганды, Палестины. Выбор падает на последнюю. Создаются условия для эмиграции в Палестину европейских евреев. К концу Первой мировой войны Османская империя, которой принадлежала Палестина, распадается. Палестину оккупирует Англия. В 1917 году Англия публикует Декларацию Бальфора. Таким образом, заявляя о своей полной лояльности к действиям сионистов по оккупации Палестины. В процессе эмиграции евреев в землю палестинцев усиливается напряженность между коренными арабами и мигрантами-евреями. Это приводит к конфликтам. В 1947 году Англия скидывает с себя вопрос Палестины и передает эту ответственность ООН. ООН утверждает план о создании на территории Палестины двух независимых государств. Еврейского и Арабского. Причем на очень странных условиях. Евреям достается 56% земли, ну то есть большая часть, несмотря на то, что их меньшинство. А арабам 43%, несмотря на то, что арабов большинство. Причем евреям достаются лучшие ее части, более пригодные для сельхоздеятельности, обладающие водными источниками, полезными ископаемыми. Священный город Иерусалим переходит, ну как бы под контроль ООН, но по факту оккупанты становятся и там полноправными хозяевами. 15 мая 1948 году сионисты заявляют о создании еврейского государства Израиля. Палестинскому же государству так и не дадут возникнуть. В 1948 году, день Нагбе, сионисты насильно выселяют 750 тысяч палестинцев с их территории. 67 год. Израиль полностью оккупирует Палестину. И так продолжается дальше. В 2007 году Израиль вводит блокаду анклава сектора Газа. Блокируется движение по суше, морю, воздуху. Фактически создается концлагерь. Условия для жизни невыносимые. Военные нападения на сектор Газа происходят постоянно. Крупные в 2008 году, в 2012, в 2014, в 2021, в 2023 годах. 7 октября 2023 года Хамас начинает крупнейшую операцию за всю историю Израиля наводнения Аль-Аксы. В ответ Израиль объявляет войну палестинцам. Итак, за последний год Израиль, по оценке научно-исследовательского института ООН, убил более 42 тысяч палестинцев. Почти 100 тысяч ранено. Большая часть зданий инфраструктуры разрушена или значительно пострадала. Как такое может произойти в мусульманском регионе, где десятки мусульманских стран располагают колоссальными людскими, военными и экономическими ресурсами? Что делают исламские страны в тот момент, когда сионисты уничтожают палестинцев? Посмотрим. На вашем экране зеленым цветом страны с преимущественно мусульманским населением. Давайте посмотрим на их позиции в этом израильско-палестинском конфликте. Саудовская Аравия. Хранители двух святынь и колоссальных залежей нефти возмущаются действиями Израиля в Газии. Заявляют, что, цитирую, внимательно следят за развитием ситуации. Правда, это только на словах. На деле же саудовско-израильские отношения только крепнут. На тему совместного военного сотрудничества, экономики, торговли, культурных связей и прочего. МИД иностранных дел Саудовской Аравии систематически об этих успехах отчитывается. ОАЭ. Эмираты. Эмираты призывают к прекращению огня. На деле же с 2020 года подписали договор об нормализации отношений с Израилем. Об этом говорил на телеканале Sky News Arabia в своем интервью господин по совместительству террорист Нетаньяху. 9 октября 2023 года, когда Хамас начал операцию наводнения Алякса, Эмираты стали единственной арабской стороной, осудившей операцию Хамас. Тут уж без комментариев. Бахрейн. В ответ на террористическую операцию со стороны Израиля в отношении палестинцев, Бахрейн набрался мужества и как отозвал своего посла из Израиля и как прекратил свое авиасообщение с Тель-Авивом. Сам же Бахрейн в списке пяти стран, официально признавшие Израиль. В 2021 году они провели совместные военные учения с США и Израилем. Совместные. То есть в военном плане, если что, они вместе. Иордания. Пожалуй, достаточно того, что Иордания перехватила в своем небе более ста иранских дронов, летевших на Израиль. Ну, перехватила или нет, не суть важна. Главное, что перехватывают. 26 октября предоставили свое воздушное пространство израильским самолетам для удара по Ирану, который смел защищать палестинцев. Здесь тоже нечего сказать. Израиль убивает мусульман, Палестины и Иордания сионистов прикрывает, так сказать, с воздуха. Турция. Эрдоган заявляет, что, цитирую, Нитаньяхо не отличается от Гитлера, но при этом транспортирует азербайджанскую нефть по трубопроводу через Турцию. А с Турции отправляют морем в Израиль. Ну, чем-то же нужно заправлять израильские бомбардировщики и меркалы. Тем более, что Израилю сейчас нужно много. Наверное, поэтому Турция за последний год увеличила объем поставок на 55%. Что касается непосредственно граничащих с Израилем стран, таких как Ливан, Иордания, Египет, То они тоже впрягаться не спешат. Более того, израильские военные неоднократно в процессе конфликта пересекают территории государств, Убивают военных, наносят удары по городам. В ответ тишина. Полное бездействие. Про страны можно продолжать. Список длинный. А лучше научу одному лайфхаку. Забиваем в поисковую строку израильско-торгово-военные отношения И вписываем в начало название любой, ну, так называемой, исламской страны. Ну, например, турецко-израильские торгово-военные отношения. Посмотрите сами. Громкие заявления и гневные речи присутствуют. Но на деле правительства исламских стран не делают для палестинцев ничего существенного. Они бездействуют. Но не все. Давайте посмотрим на те силы и страны, которые действительно на деле помогают нашим братьям в Палестине. О Хамасе говорить не будем, потому как наши доблестные братья из Хамас и есть те самые палестинцы. Нас интересуют те страны и силы, которые им на деле помогают. И в первую очередь это, конечно же, Иран. Официальная позиция Тегерана такова, что он вообще не признает существование Израиля. Даже в рамках каких-либо то ни было границ. Если, для примера, Лига Арабских государств признает Израиль в границах 1967 года, то для Ирана Израиль права на существование не имеет в принципе. Никаких отношений у Ирана с Израилем нет. Напротив, Иран активно и давно участвует в создании сил сопротивления Израилю в регионе. Если мы зайдем в Википедию, то увидим большой материал, посвященный роли Ирана в поддержке прокси сил против Израиля. Так и называется Ирано-Израильский прокси конфликт. То есть прокси не непосредственный, а с помощью чужих рук, поддерживая, финансируя те или иные силы. В списках этих прокси сил, поддерживаемых Ираном, финансово и военно-технически, такие группы, как Хамас. Покойный руководитель которой Яхья Синвар в 2017 году заявил, что отношения с Ираном отличные. И что Иран является крупнейшим помощником военного крыла Хамас деньгами и оружием. Иран поддерживает Хизбалу, которая воюет против Израиля. Факт поддержки, думаю, никому доказывать не нужно. Иран помогает еменским хуситам, предоставляет разведданные для атаки на израильские и произраильские торговые суда, идущие по Бабальмандепскому заливу. Помогает фронту освобождения Палестинья, палестинскому исламскому джихаду. На конец 1 октября 2024 году Иран сам ударил по территории сионистского образования 200 баллистическими ракетами, атаковавшие цели по всей территории Израиля. Такие действия ни одна страна в отношении Израиля не позволяла себе за всю историю, кроме шиитского Ирана. Кто еще помогает Палестине? Йемен. Йеменцы также не остаются безучастными в помощи Палестине. Ну, если говорить более точнее, то йеменские хуситы, которые сейчас контролируют власть в Йемене. Йеменцы, будучи, так скажем, народом небогатым, но полным решимости помогать палестинцам, делают то, что в их силах. И, между прочим, даже больше, чем все богатые арабские страны вместе взятые. Они, хуситы, пользуясь своим стратегическим положением, а именно контроль Бабальмандепского залива, перекрыли проход через него всем судам, идущим в Израиль. Экономически это очень серьезный ход. США и Израиль в бешенстве, наносят удары по хуситам. Но хуситы полны решимости, да еще и частенько сами бьют ракетами, запускают дроны в Израиль, все для помощи палестинцам. Даже готовы поделиться хлебом, в то время как сами переживают страшнейший экономический кризис. Хизбалла. Не остается в стороне и ливанская Хизбалла. При всем при том, что это и не страна вообще, а просто военно-политическое движение в Ливане. Они тоже входят в военное противостояние с Израилем. Тенденцию этого противостояния можете сами прекрасно наблюдать. С сионистскими оккупантами борется исламское ополчение Ирака. Она состоит из шрицких поставческих групп. За последний год била по израильскому порту Аждот, бомбила израильскую авиабазу на голландских высотах, ракетный удар по Айлату, атака на буровые установки и прочие военные операции их заслуга. Иран. В чем дело? Почему Иран? Почему Йемен? Почему Хизбалла? Может Иран и Йемен настолько сильны, что могут себе позволить помогать Палестине? Нет. Йемен силен только духом. Никакой супер мощи у хуситов нет. А вот Турция, к слову, самая сильная армия на Ближнем Востоке, но Эрдоган предпочитает атаковать только словами. А, может территориально шииты Ирана и Йемена ближе? Нет. Территориально Иран находится на расстоянии 1500 км, Йемен вообще больше двух. А те страны, которые непосредственно ограничат с Израилем, Ливан, Египет и Ордания, молчат. А может Иран и Йемен просто супер богатые? Тоже нет. Напротив, Иран 40 лет под санкциями, Йемен в гуманитарной блокаде. Это Катар, Куэйт, Бруней в списке самых богатых мусульманских стран. Но они молчат. А, может ментально эти страны более близки к Палестине? Да тоже нет. Палестина – суниты, Иран, Йемен – шииты. А может Иран и Йемен преследуют свои корыстные цели? Тоже слабо верится. Иран и Йемен вот этой вот своей поддержкой сталкиваются с таким международным прессингом, что разумнее всего для корыстных целей вообще забыть Палестину. Так в чем же дело? Почему шиитский Иран, Йемен и Хизбалу, шиитское и иракское сопротивление заботят проблему палестинцев-сунитов, а сунитские страны бездействуют? Проанализировав положение и политический курс правительств нынешних, ну так называемых мусульманских стран, становится ясно, что по сути у этих правительств и нет причин идти против Израиля. Да-да, нет причин защищать исламские ценности. То есть отсутствует принципиальная разница между правительствами, к примеру, Саудии или Эмиратов от правительства Израиля. По своему характеру и структуре они друг к другу очень близки. Имеется в виду, конечно, именно правительство, а не народ. Народ обманывают тем, что раз уж над вами правители мусульмане, все в порядке, у них мусульманские одежды, имена, они смиренно целуют Коран, говорят речи, и мусульмане думают, что эти правители, ну как бы априори, должны быть ближе к мусульманам и на стороне мусульман. Как наивно. Ислам это не атрибутика, ислам это идеология. Следовательно, нужно смотреть не на внешнюю атрибутику этих правительств, а на их идеологию. Это основа. И мы ясно видим, что правительства этих стран не руководствуются исламской доктриной. У них курс на западную идеологию, они сами об этом заявляют. Следовательно, нетрудно понять, что если они не придерживаются исламской идеологии, то не будут и придерживаться исламских ценностей. Это для обычных мусульман, палестинцы, братья по вере. Для западного мышления они всего лишь люди, не имеющие отношения к их стране. Это для мусульман аль акса святыня. Для западной идеологии, ну максимум это предмет старинной архитектуры. Это для мусульман попрание религиозных ценностей, это неприемлемо. Для западной доктрины неприемлема сама религия. Следовательно, все стяжательства мусульман о судьбе палестинцев, об их положении, о исламском долге помогать им, для правительств нынешних суннистских государств пустой звук. Даже не пустой звук, а враждебный, так как исламский призыв противоречит их западному призову. Эти правительства, изображающие из себя опекунов исламской уммы, на самом деле ближе к западу, США, Израилю. Запад их привел к власти с помощью разных манипуляций, революций. Запад привел своих, других уничтожил. Своих, понимаете? Они свои друг другу, одинаковые. Преследуют одинаковые ценности, ведут одинаковый образ жизни, совершают одинаковые преступления, одинаково игнорируют проблему Палестины. А почему эту проблему не игнорируют шиитский Иран и Йемен? И здесь дело в идеологии, в курсе ценностей и стремлений политического руководства этих стран. Дело в том, что идеология правительства Ирана, Йемена и Ливанской Хизбаллы не ориентируется на западную идеологию. Более того, доктрина этих стран, как говорит сам запад, имеет радикальный исламский курс. В центре стоит и исламская идеология, и исламские ценности. А ислам, ну как мы знаем, религия труднопокоримая. Ислам взращивает общество, стремящееся к свободе, справедливости, сопротивлению злу. Вот эта тенденция к освобождению, пусть и путем самопожертвования, особо ярко выражена именно в шиитской школе. Там вы, к примеру, не найдете сфабрикованных хадисов, говорящих о том, что необходимо терпеть правителя, даже если он будет бить вас и забирать ваше имущество. В шиитской школе подобных хадисов нет. Чего нельзя сказать о других странах, где проповедники открыто призывают подчиняться правителям-тиранам. Также Аллах приказал мусульманам объединяться под руководством своего правителя. Таким образом является обязательным объединение под руководством правителя и не дозволено оставлять подчинение ему по какой-либо причине. Что у правителя, будь это король или президент, есть полчаса в день на телевидении. И он в прямом эфире совершает прелюбодеяние и пьет вино. Не притя его, чтобы люди не захотели выступить против него. Вот он увидел, как кто-то ослушается Аллаха. Пьет вино, прелюбодействует, пожирает проценты, ворует. Можешь назвать здесь все, что угодно. Любой большой грех. Но вы ни в коем случае не должны его ослушаться. Пророк благословит его Аллах и приветствует. Не велел нам выступать против правителя и оставаться под палкой правителя, пребывать под знаменем правителя. Потому что если правитель в моей стране разрешил продажу алкоголя или проституцию, то он один отвечает за то, что возложено на него. Тогда к нам велено слушаться и повиноваться. Вот и получается, что первыми странами, которые открыто выступили против враждебной западной политики, стали именно страны шиитские, хотя еще и не все. Можно с этим соглашаться, можно спорить, но все это наглядно. В вопросе, почему шиитские страны выступают на стороне палестинцев против Израиля, а суннитские страны молчат, вывод следующий. Иран, Йемен, Хизбалла, шиитское сопротивление Ирака желают идти исламским курсом, не делая разницы между суннитами и шиитами, арабами и не арабами, гражданами своей и не своей страны. Курс ислам, исламские ценности. Правители же тех стран, бездействия которых мы наблюдаем, ведут западный курс, идут к западным ценностям. От них не только не стоит ждать помощи палестинцев и отстаивания исламских интересов, но и напротив, стоит ждать препятствий. И этим препятствием на сегодняшний день является раскол между мусульманами, которые эти правительства активно создают. Посмотрите, как только стало уже невозможным скрывать поддержку Палестине со стороны Ирана и Йемена, сразу же активизировались армии карманных вещателей, у которых задача максимально скрыть или минимизировать роль шиита в помощи суннитским братьям в Газе. В последние дни мир наблюдал за Ираном израильским шоу по обмену ударами, результаты которых еще раз подтверждают подлинную сущность взаимоотношений между рафидистским и сионистским режимами. Но Иран пытается, конечно, использовать ситуацию с Палестиной, с Хамас, для того, чтобы заработать себе определенные политические очки, чтобы укрепить свои позиции на внешнеполитической арене. После убийства лидера Хезбалы раскрывается все больше подробностей сотрудничества сотрудников иранских спецслужб с израильским МОСАДом. Удары Ирана по оккупированной палестинской территории, называемой Израилем, не принесли никакого урона сионистам, и в контексте геноцида палестинцев это никакого результата не дало. Известно ни одного случая, чтобы рафидиты вели джихад против иудеев, христиан и многобожников. А знаете, для чего они это говорят? Чтобы не допустить единения умы. И неважно, делают они это по прямому указанию или через кого-то. Задача Запада и их помощников не допустить единства умы. Единство умы и их смерть. Америке, Израилю, псевдоисламским режимам нужно не допустить этого. А как не допустить единения? Ну, конечно же, путем раскола в его рядах. Сегодня для раскола они вбивают клин между шиитами и суннитами, завтра между арабами и персами, послезавтра еще что-нибудь придумают. И пока мы им будем позволять вносить этот раскол своей близорукостью и попустительством, на земле вновь и вновь будут возникать такие трагедии, как трагедия Палестины. Будьте бдительны. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok